СТРАТЕГИЯ ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ СТРАТЕГИЯ ПОСТОЯННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОСТОЯННОМ ЯЗЫКЕ СТРАТЕГИЯ ПОСТОЯННОМ ЯЗЫКЕ ПОСТОЯННОМ ЯЗЫКЕ СТРАТЕГИЯ ПОСТОЯН СТРАТЕГИЯ ПОСТОЯНУМ ЯЗЫКЕ по туз-хай Пучков может заколировать ставку. Теперь уже, наверное, будет скрывать. Да, ну, если он заколировал Терн, он обязан скрывать ревер. Понимает это Вадим, и Скоре, очень редко увидишь такую комбинацию, делает доборную ставку 2600 фишек. Я бы даже поставил побольше на его месте. Да, изображая блеф. Именно как раз большая ставка, она как раз показала бы, что скорее всего с пятеркой ты столько ставить не будешь. И делает действительно кол, и такой самоубийственный кол, и самоубийственная раздача в исполнении Константина Пучкова. Он теряет половину своего стека и остается совсем с коротким стеком и с маленькими шансами. Позиция — это один из важнейших аспектов, которые вам нужно освоить для того, чтобы стать хорошим игроком. В поздней позиции вам представлена вся необходимая информация до того, как вам надо действовать. В этих маргинальных ситуациях вам не нужно будет гадать, сделать бет или чек, пропустит ли ваш оппонент ход или нет, потому что все уже сделали свой ход до вас. Естественно, тот, кто принимает решения последним в раунде, видит, какие действия совершили остальные игроки за столом. Если кто-то делает рейс, а потом ререйс, и еще раз ререйс, а у вас туз дама, вы знаете, что ваши карты никуда не годны. Таким образом, позиция дает вам большое преимущество над противниками. Они принимают решения первыми, вы принимаете решения последним, что обычно выгодно в любой игре. Всегда следите, в какой позиции вы находитесь, это очень важно в покере. Карты не являются абсолютными величинами, они все относительны. Блайнды 200 и 400 фишек, по-прежнему все 8 человек в борьбе, но у двоих игроков уже короткие стэки, это Надежда Гундорина и Константин Пучков. А Вадим Грузглин стал чип-лидером, и поскольку он играет только за голову Эрика Сайдела, выйти в финал он уже никак не может, он должен здесь играть максимально активно. Делает рейс 900 фишек, но у Пучкова туз дама, естественно, он ставит ол ин, за его голову 10 тысяч не дают, не дают даже тысячи, но тут простой кол по шансам. 2-5-4, флоп ничего не меняет, ну а туз позволяет... Все меняет. Сразу забирает костяк. Да, он подстраховался просто как опытный игрок, знал, что на ривере придет десятка и подстраховался тузом на терне. И выигрывает он эту раздачу, удваивается и появляется у него некоторое пространство для маневра, правда небольшое. И вот пытается воспользоваться этим пространством. Константин делает рейс на 9-10 одномастных. Певзнер калирует стуз 10 с малого блайнда. И вот Толя Шварц все-таки нашел все силы выбросить карты из большого блайнда. Тебе очень не хотелось. Он вообще очень не любит выбрасывать карты из большого блайнда. Это вот у него такая есть особенность в игре. Ну я бы даже сказал, недостаток очень много. Он защищает всякого мусора. Чек-чек на флопе и на терне с двусторонним стрит-дро ставит Пучков, но Певзнер калирует, поскольку у него была десятка бубновая и мог он собрать флэш. Ну здесь вот Костя понимает, что по вскрытию выиграть он никак не может и вынужден продолжать свой блеф, ставит 2000 фишек. Вскроет ли этот блеф Певзнер по туз хай? Вообще Певзнер может. Да, вскроет. Да, делает кол. Ну что ж, отличная раздача Сергея Певзнера, великолепный кол на ривере. И он забирает этот банк с туз хай. И снова у Кости остается очень маленький стэк. Да, Сергей их отличную раздачу провел. И опять же, зная вот именно взаимоотношения этих двух зубров, они друг друга очень хорошо знают, поэтому предыстория их раздача большая. Да, они сыграли между собой не меньше раздач, чем некоторые онлайн-профессионалы, которые там рубятся друг с другом каждый день в интернете. Но вот Беляков, он тоже верен своему стилю, но правда этот стиль, конечно, вряд ли позволит ему добиться каких-то ярких побед. Он снова заходит колом, на этот раз с картой семь-девять разномастная. Флоп, правда, дает ему пару семерок, но лучше бы этой пары семерок у него не было, поскольку у Сайделла лучший кикер. У него дама семь. Он с большого блайнда делает ставку. Руслан Бангерт чужой на этом празднике жизни. Он выбрасывает карты в пас. Валет. Абсолютно ничего не значащая карта. Сайделл пропускает торги. Здесь, наверное, Беляков мог бы с ставкой попробовать забрать этот банк, но он тоже пропускает торги. Открывается еще один валет. Ну что, тончайшая доборная ставка по семерке, нет? Ну, чек-кол, я думаю. Чек-кол, он Сайделл, естественно, будет. Да, Сайделл чек. Интересно, зачем поставил здесь Беляков, то ли он решил превратить руку в блеф. Ну, странное. Опять же, нет смысла здесь в ставке для Белякова. Если он старше, то не с чего добирать, но на самом деле игроки делят банк пополам. Да, повезло Белякову, что открылись два валета и, соответственно, пятикарточная комбинация у обоих игроков одинаковая. Ну, нет, на самом деле ставка здесь для того, что ты мог выбить семерку. Просто не такой ставка, не тысяч, надо было больше ставить. Это другой вопрос. Ну, в принципе, ставка-то имеет смысл. Ну, что ж, очередной кол от Белякова с ранней позиции на 6-9 одномастных. Ну, что можно сказать для наших зрителей, никогда не повторяйте вот эти вот приемы Михаила. Шварц делает рейс 2-200, у него туздама одномастная, но нарвался он на очень сильную руку у Вадима Грузгляна. Тот ставит ол-ин 11,5 тысяч. И у Пучкова такой маленький стэк, что есть для него соблазн тоже зайти в эту раздачу. Поэтому он и думает. Ну, да, наверное, может быть, действительно. Вот, затравленный ответ получается. Ну, фактически, все равно, конечно, аутсайдер против конкретной этой руки. Но все-таки он выбросил карты в пас. Ну, естественно, Беляков, опять же, вынужден выкинуть карты в пас. И 600 фишек он просто выкинул в окно. Ну, а у Шварца есть ли тут пас у него с туздамой? Но, с другой стороны... Конечно, есть. Грузглин показал большую силу. Шварц, если сейчас проиграет эту раздачу, то он не выходит в финал. Но не нашел всей силы Анатолия. Все-таки не хватает пока ему опыта. Он делает кол. Сразу же полный нацию у Вадима. Все для Анатолия Шварца заканчивается, буквально не успев начаться. Это восьмое место в этом турнире. И это значит, что в финале Анатолия мы не увидим. Ну, а Вадим Грузглин выигрывает этот большой банк. Блайнды 300 и 600 фишек лидируют Вадим Грузглин и Эрик Сайдел вот по такой вот странной случайности лидируют те, кому победа в этом турнире в принципе ничего уже не даст. Нет, ну у Вадима-то как раз ситуация такая. У него должно быть фишек больше, чем у Сайделя, чтобы с ним смочь выставиться. Да, это единственная цель у него в этом турнире. Тем временем Константин Пучков делает рейс 1600 фишек. Ну и Беляков снова делает кол. Несмотря на то, что здесь Стус Дамой вроде бы обязан был поставить ол-ин. Но этот прием практически не применяет Михаил, к сожалению. Две шестерки у Сайдела, ну что ж, наверное, тоже можно сделать кол с малого блайнда. Ну у Пучкова в стеке-то сколько там? Совсем немножко, по-моему, да? Да, он делает кол, но он мог опостаться и Белякову в принципе. Ну вот дама 6-5. Подписывают Белякову отдать весь свой стек Сайделю. Да, старшая пара со старшим кикером у Михаила, но, видимо, ему решили как-то ярко показать, что не надо Стус Дамой при такой структуре делать кол. Это грубейшая ошибка. И вот он так вот жестоко был за нее наказан, потому что на этом флопе уже никуда он не уйдет. Как мы видим, у него всего 2% на победу, при том, что он-то наверняка убежден, что у него абсолютно лучшая рука. Ну вот сейчас процентов на победу стало 5. Почему, спросите вы? Да потому что теперь его устраивает Дама на Ривере, то есть у него есть 2 аута. Но, конечно, мифические шансы у него на победу. Снова пропускает торги Сайдел, Беляков тоже не стал ставить, но вот девятка червей его не спасает. Ну это очень странно, потому что он дождался той карты, которая закрыл стрит на 7-8. То есть непонятно, зачем ему вообще было. Почему он там... 3000 ставит Сайдел, Беляков ставит all-in смертельный, непонятно опять с чего он добирает. Быстрый кол от Эрика Сайдела и Михаил Беляков покидает турнир, занимает предпоследнее место. Ну, честно говоря, не самую хорошую игру он показал, ему еще есть в покере над чем работать. Уверенно лидирует Эрик Сайдел. Кстати, если он займет первое место в турнире в этом и никто его не выбьет, он сам получит свою баунти 10 тысяч долларов. Так что ему есть за что бороться. На втором месте Вадим Грузглин, но сейчас он выбрасывает карты в пас. 1400 рейсов. А Сайдел продолжает атаковать бесстрашно. И все лучше и лучше ситуация для Надежды Гундорина. Она по-прежнему на последнем месте, но в турнире всего 6 игроков уже остается. Да, и при этом у Кости Пучкова совсем маленький стэк, то есть фактически ей нужно пересидеть Костю еще любого одного игрока. А учитывая то, что многие потеряли всякую мотивацию в турнире, кроме как выбить Сайдела, соответственно, это вполне реально. Коллирует Певзнер. Рейс. Сайдела. Дама валет 7. Флэш-дро у Сайдела. И Гатшот. Певзнер пропускает торги и наверняка будет ставить причем хорошую ставку Сайдел. Ну, Сергею здесь очень трудно продолжать борьбу и он пасует. Лучше бы он сделал это еще на префлопе. В общем-то, да. Ну, либо переставил бы.